Привет! В.Е.Катерина10 попросила меня рассказать о моей татуировке. Если ты раньше не замечала на моей руке, то вот она. Итак, этот татуировок называется А. Он является очень сильным талисманом и оперёгком родины его древней Египет, где он почитается по сепору. Помимо всех прочих своих облегательных функций, он ещё очень мощный защитник от смерти. Если его повязать там, где вены проходят, то считается, что он не даст вылететь в душе из твоего тела. Поэтому, если ты умираешь от старости, то он должен помочь тебе. Это является одной из причин, почему я сделала эту татуировку именно на своём запястье. Что касается практической части, болезненные ощущения и так далее, на самом деле, если не делать татуировку на том участке кожи, где она очень близко походит с венами, например, запястье тоже, да, или если не делать её на там, где кость очень близка к коже, то есть там лопатки, щиколотки, копчик, то почти не больно. Ощущение, будто тебя жалит беспрестанно комарик. Вот такое вот. Но так как у меня часть татуировки всё-таки заходит на ту часть кожи, где близко к венам, я точно знаю, что там, где близко к венам, больно очень. У меня низкий болевой порог, и даже мне было очень больно, это можно сравнить, наверное, с уколом, который ставит в десну стоматолог. Только таких уколов много. Анестезию принимать нельзя по нескольким причинам практически. Вот. Ни в ателье, ни самостоятельно, там анальгин, или как ещё можно себя обезболить. Такого размера татуировка стоила мне 500 рублей почти. Я её делала 3 года назад. Вот. Время не заняло где-то минут 20-30. Во время изготовления, вот когда тебе делают эту тату, кожа опухает. Чем ближе сосудики расположены к коже, тем быстрее она опухает. Это вбугаться не нужно, это совершенно нормально. Вот или тебе дадут мазь, чтобы её мазать, в крайнем случае выпишут рецепт на неё. Может выступать кровь, но не ручьём, не бойся. Буквально несколькими капельками может выступать сквозь кожу. Всё-таки тебе же иглой колят. Чего ещё можно ожидать? Несколько дней нельзя мочить то место, где была сделана тату. Что касается отношения других людей к моему поступку. Тату я хотела сделать всегда. Сколько себя помню. Я точно знала, где я хочу сделать. На щиколотке, на правой. И в виде чего? В виде змеи, обвивающей ногу. Но единственное, что я себе не представляла, как будет эта змея выглядеть. Почему я же сделала тогда татуировку на запястье, спросишь ты? Кстати, вот ещё. Потому что я хотела сделать её на менее болезненном месте, чтобы хотя бы представить себе, до какой степени это будет больно. Это очень больно. И я по-прежнему хочу делать это тату в виде змеи, но не делаю, потому что больно же. Может быть, когда-нибудь я смеюсь. Так вот, я решила, что... А я решила сделать тату за пару дней до своего 25-летия. Я подумала, что... Ну, почему бы я себе не сделала такой подарок? Тем более, раз я за 20 лет не передумала делать татуировку, то вряд ли я уже когда-то передумаю или пожалею о том, что я её сделала. Я, кстати, ни разу не пожалела, что я её сделала. Мама у меня, на удивление, цесла спокойно. На удивление, потому что она была всегда категорически против татуировок. Родственники тоже относились по ней вниманию. Чего нельзя сказать в моих друзьях и соратниках по работе. И те, и другие сказали, зачем ты это сделала? На работе даже не поверили. Они решили, что я нарисовала её великой ручкой чёрной. Они даже проверяли достоверность. Знаешь, каким способом? Так что, вот так вот. Ну, и, конечно же, мне не говорили, не говорило руководство, что всё, решили заведение, увольнее. Тем более, я по поводу деятельности служу в частично государственном учреждении, контактирую с большим количеством людей. Наверное, человек 50 точно вижу в день. И это не сразилось на моей работе никак. Клиентам нравится. Они говорят, что у меня такая татуировка идёт. Они говорят, какая прелесть. Я думаю, это из-за того, что у меня немножко восточный разрез глаз. А этот символ знают почти все, что он из Египта. Поэтому, вот так. Что касается всяких мифов и легенд, ну, вот, самая спространённая татуировка меняет жизнь. И тебе занесут там всякую разную заразу в кровь во время изготовления татуировки. Там чуть ли не до ВИЧ-инфекции внесут. Конечно, если ты будешь делать татуировку в тюрьме, или тебе её будет изготавливать пьяная подружка, раскалённая иглой, конечно же, тебе занесут эту инфекцию. Но если ты пойдёшь в хороший салон, если ты смеешься на этот поступок, я тебе очень рекомендую несколько раз проверить, через разные источники, там, через, как это называется, когда я подружку подружки такие, через подружку сказала, базарный телефон, телефонный базар, неважно, и через интернет, и даже можно лицензию спросить в этом ателье. Ну, то есть, будь, ты должна удостовериться в том, что место, куда ты пойдёшь, оно надёжное. Что там стерилизуются иглы, что все миры безопасности, они предприняты. В таких условиях, возможно, вероятность того, что тебе что-то занесут, она почти ничтожна. Это просто один миллиард. Я сама через это проходила, я знаю, что я говорю, я узнавала челюсть, ну, как бы... То есть, я всё это поддакотно узнавала. Что касается, что татуировка может изменить жизнь. Возможно, это... Я не отрицаю, что это может быть самовнушением, потому что я обожаю тренинги в самых малых лет, буквально с 8-летнего возраста, а мне сейчас за 20 перевалило. И я знаю, что Ангел — это очень мощный талисман. И четыре раза моя жизнь была на волоске от гибели, я просто чудом уцелела. Также буквально через неделю я узнала, что молодой человек, с которым я встречалась, и за которым должна была вот этот выйти замуж, он просто такой поддонок. Я просто так была счастлива, когда узнала об этом до свадьбы и после, потому что если бы после, я не знаю, что бы я сделала, я бы его убила. Я бы всех убила. Также через 2-3 месяца после руки сделала тату, осуществилась самая большая, вот такая большая, мечта всей моей жизни. Я мечтала об этом просто, наверное, лет 15. Я поехала в Египет. Вот. И что еще хочу сказать. Не зря целители длинного Египта применяли Ангел в случаях заболевания почти всегда, каждый раз. Сломана нога, основа болеет, сердце, зуб вырывать нужно. Ангел. У меня вот эта часть ладони была, скажем так, подвержена одной болячке. Не помогало ничего, кроме этой татуировки. Буквально 3-4 дня прошло, этой болячки как не бывало. И с тех пор она меня ни разу не беспокоила. Вот. Так что у меня были вот такие последствия. Но при этом я знала, что Ангел нужно размещать поближе к венам. И я заранее узнала, какая часть тела человека за что отвечает. Это все есть в интернете, в свободном доступе можно спокойно найти. Хороший специалист по татуировкам, кстати, должен знать такие вещи. Так же, если ты будешь делать татуировку убедительность, что то, что ты хочешь себе наколоть, оно несет за собой положительную смысловую нагрузку. Мне рассказывали, что одна девочка наколола себе знак, ну иероглиф ей китайский понравился, а он назначал смерть. И просто ты догадываешься, что начало происходить, да? И вот пока я не делала другую татуировку, которая как бы сказать, аннулировала действие той татуировки. Все так и продолжалось на нее судьбе ужасно. Но это только легенда, это я не знакома с этой девочкой лично, мне рассказывали через третью рубку эту историю, так что может быть это и хигня полная. И я тебе заклинаю делать эту уроку на том месте, на котором у тебя спустя 90 лет будет минимум морщебен. Ты должна понимать, что это у тебя на всю жизнь. Когда ты будешь 90-летней старушкой, у тебя будешь складочкой, будешь вот так вот изговаривать. таки времена наступит. Просто многие не осознают, что это будет, но это будет. Вот у меня запястье чем выгодно? Вторая причина, по которой сделала именно на запястье татуировку. Здесь кожа, она менее подвержена морщинам. Я подчеркиваю, что я совсем не рекомендую и не двигаю тебя к тому, чтобы ты делала татуировку. Я просто делюсь своим опытом. На этом, надеюсь, всё. Я надеюсь, я рассказала всё, что ты бы хотела от меня узнать. И если какие-то вопросы, естественно, если обращайся. Если смогу, с радостью помогу. Я тебе хочу пожелать благоразумия, чтобы ты никогда не жалела о своих поступках. На этом всё. С Тупой была Даша. Пока!